У меня к радости или к огромной радости нет слайдов. Вообще буквально до позавчерашнего дня по поводу этого испытания я просто очень счастлив и расслаблен, потому что я думал, что я буду вторым. Я себе прикинул примерно следующее, что будет первое выступление. Саша будет рассказывать про «Лидл», по альбому будет интересно, плюс «Лидл» примерно как-то рассказывает про танки в Минске. То есть не важно, что ты рассказываешь, если ты выходишь на сцену, тебе уже рады. Если ты еще разговариваешь, то ты рады два раза. Если ты рассказываешь интересные мысли, люди просто хотят от тебя детей, продают свои квартиры, тебе дают и прочее. Потом я рассчитывал на то, что будет мой рассказ. И в принципе, как бы он ни сложился, конференцию не испортит, потому что будет еще Женя. Но вселенная распространилась иначе, поэтому мне пришлось… Мне придется идти по тому плану, который я написал Саше, когда он спросил, с какой темой его можно высыпать. У меня есть три тезиса, в которых я рекомендую с вами. Не знаю, обыстреливаю внимание в революции или нет, но первое заключается отличным опытом. Первое – это, куда берутся идеи. Когда Саша рассказывал мне о том, что предстоит это мероприятие, то тема была заявлена… «Ну, какой тему? Можешь что-то про Гориллу рассказать?» Он говорит, что у нас тема обещает определение идеи, какие, скопродукты и прочее. Я подумал, ну, хорошо. Пусть будет первый пункт, чтобы берутся идеи, потом что-нибудь расскажу про Гориллу. Вот. Потом я подумал, что сами такие явления, связанные с конференциями, они очень интересны, потому что они всегда несут гармоненов, связанные с тем, в какую информацию мы не слышим, и что в итоге мы из нее испаем. Я сегодня фантастически положительно впечатлен спикерами. Очень давно этого не было, но первый раз, когда я слышал честные рассказы за долгий период. Поэтому вторая тема, второй дезис, который я хотел бы коснуться – это разнообразная ложь, которая касается управляющего продукта и все, что связано с продукт-менеджментом, то, как мы это можем читать в книгах или слушать конференции. Вот. И третья часть – это прогорение. А именно о том, как мы можем принимать определенные правдовые решения, потому что это будет достаточно приземленный, прикладной практический материал, который, возможно, кому-то окажется полезным. Начнем с первого третья – тут и берутся хорошие идеи. Для меня, не только для меня, а вообще я обратил такое внимание, что для многих людей интернет является различным источником для, вообще извините, лингвистической среды, в которой мы пребываем. Возможно, те из вас, которые давно будут с интернетом, знакомы с температурой КГАМ. Да? Скажите, а кто из присутствующих в зале знает, что у него в этом нет фазы? А первая фаза? Так как Женя с прошлого выступления завалит, а кто знает значение более распространено, комментарий говно у Афрона Удара? Да? А кто знает контент гениален, автор молодец? Это оригинальная версия этого выражения. Так вот, если КГАМ это было лично очень популярно десять лет назад, то сейчас я заметил, что появилось новое. Ну, потому что общение становится более похоже на человеческое общение, а не на общение людей, которыми это вернулось, маленькой группе людей, которые имеют доступ к интернету, то оно становится более похоже на человеческое, и из-за этого появляются новые формы обращения. Допустим, очень популярно становится слово «удача». Удача, ну, как бы если КГАМ, ты можешь сказать в отношении человека, то удача – это обычный вариант в отношении компании. Ты говоришь, допустим, «бонд не приехал ко мне в пятницу вечером, пик его час». Удача. «Вайбер не работает». Удача. «Какой-то там продукт опять не работает». Удача. «Горелла поменяла доставку 25 гривен на 30%». Удача. Вот. И люди как бы таким образом выражают свой определенный фидбэк. То есть ты вроде бы и нахер не послал, и одновременно как бы выразил свою позицию, а дальше в отношении… Компания сама может решать, что с этим фидбэком делать. Так вот, если вы внимательно посмотрите в Facebook и Lentus, то вы обратите внимание, что среди ваших друзей, особенно если у вас их много, очень многие люди желают кому-то удачи. И то, что надо желать кому-то удачи, для меня является источником вдохновения того, что определенная проблема у человека еще не решена. И это точно не его личная проблема. Вот. Потому что она такая форма экспрессии. Поэтому у меня есть такая игра-предложение. Я бы хотел раздать стикеры по залу. У кого есть ручка с собой? Вот прям вот под рукой, да? Мне надо, чтобы все было. Хорошо. Я сейчас передам… Я передам одну на правую часть. Как будто буквально по одному, два лица, а не больше. Одну посередине. Возьмите фарму, два лица. Когда возьмете, то возьмите. Да, у кого есть ручка, и кто хочет принять решательство. На новую часть. Не, это, конечно. С вами. Международный фарм. На новую часть. На новую часть. То есть такой вот ролик. Какая. Какая. Знаешь. У вас. Ну, еще раз. Но всем. Не, вот здесь. Какая. Я вижу, что большая часть уже получили ручки, но у меня есть возможность начать и рассказать, чем-то все нужно. Смотрите, предложение следующее. Я к вам просьба. На одном этом стикере, у кого один, напишите на одном, у кого два или три, воспользуйтесь двумя, например. Напишите, пожалуйста, одну какую-то проблему, которую вы испытываете в последней жизни, которая еще не решена. Пожалуйста, не пишите проблему «я хотел полетать», замените ее в такую подобную хрень, чем-то типа «я бы хотел не пропускать автобус», потому что если вы хотели летать для этого, то не используйте. В общем, любую проблему, которая тем или иным образом касается вашей последней жизни, но в которой вы еще не нашли решение, будь то заказ, езды, email клиент, что угодно, все за того, что вас забудет. Просто напишите на одном стикере одну идею. Может быть, профессиональной, бытовой, личностной плоскости. Ну, прям, это не очень специально. Чуть, чтобы меня любили. Я, так сказать, больше часть написали. Сейчас Саша принесет треногу, она нам понадобится потом. Сейчас он бороться с этой медициной. Я попросил просто по одному называть, что это за идея. Вот, грубо говоря, вы просто поднимаете руку, если у вас эта идея записана, и вы озвучиваете, я просто считаю, что другие слышали, кому зависит. Давайте начнем справа налево. Проблема утилизации ненужного платильника, ненужных вещей. Мам вашу. Да, давайте дальше. Не стесняйтесь, говорите же, вы же зачем-то писали, а вы же мнение дадите потом. Ну, что, задачи уже и сами себя обновляете. Класс, автоматическое обновленное, супер. Кстати, есть еще и поздравление. Наверное. Еще? Еще, еще. Давайте все всех соберем, мы быстро. Давайте. Тробки, что с пробками? Все тяжело, вы в пробках стоите. Хотите летать? Да. Мусор на улице. Мусор на улице, а в чем проблема ваша? Это мусор. Это эстетически вас напрягает или вы на него вступаете? Сексуологически давит на вас. Короче, это проблема в городе мусора, я правильно скажу? Так, еще давайте. Полностью заст. Плохая организация сдержания общественного транспорта. Прекрасно. Общественного транспорта. Так, давайте. О-о-о! Поварищи общественного транспорта. Это выступление спонсируется мэром Одессы Геннадием Рухолановым. Транспорт? Транспорт. Транспорт. Так, сейчас секунду, подождите. Так, у вас? Хорошо, фиксируйте мысли. У кого 219, кстати? Есть кто-то записывал. Хорошо. Вы забыли, что проблема еще не решена. Так, еще. У вас? Еще у вас, я вам кризисляю. Так, за 50 грн. по центру вас построили? Нет. 55 грн. по центру? Нет, потому что не надо, чтобы он был предел по 100 грн. Обычно мы там 400 грн. Нет, без минимального заказа. Прекрасно. Отплата мы? Нет. Отплата без наличных. Лучка, вообще не было наличных грн. Отлично. Стаса? Конечно. Хочешь под... А, сейчас, подождите, друзья. Сейчас тут... Просто разглай какой-то, где-то. Так, разговори с животными. Без наличных расчетов. Я сейчас дойду для занятий. Так, у вас? Это было еще про общественные... Подождите. Ээээ... У вас? Короткосрочные? Долгосрочные. Так, чтобы не покупать машину, можно будет арендовать. Так, секундочку, секундочку. Знаете что? Долгосрочные. Долгосрочные. Да, мы все, что... Так. Так. Долгосрочные. Не бойся, все равно никто не примет. 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 Не бойся, все равно никто не умет. Не бойся, все равно я убır直 with you. Понятно, он тейм parischi跟你 say I don't like her a flip of a paper-made issue in a fan. Сейчас я сделаю выпоину на дороге, попрошу собаку придумать дорогу, открыть, которую можно будет только заплатить в ходе. Итак, проблемы с примечением райдшеринг, транспорт, новая, новый инновационный транспорт. Кто еще предлагает элиппы или поездки с кем-то? Прекрасно. Эти не советуемся. Прошу, я хочу просто показать. У кого есть еще? Можете передать еще раз? Так, специальный сервис за 20 гривен в месяц. Здесь applications возможно регистрация места с мусором. А, это выборы мусора. Я понял. То есть, есть вот решение более фундаментальным. Штрафт на каминажный. Есть именно конкретное решение. То есть, кто-то будет собирать на смысл, а вы видите себя. Правильно? Ага. Понял. Ага. Класс. Это к вопросу транспорт. Это дорожного движения на основе искусственного интеллекта. Это третье решение. Есть еще. Это разные задачи. Ускорение интеллекта. Это про афтимизацию маршрутов, да? Есть. Афтимизация маршрутов и прочих таких вещей. Про что угодно. Они просто показывают джамвайные карты, если они приезжают к другим сторонам. А, понял. Так, меняют номера, не меняют дачи. В общем, все планы. Вот здесь, вот здесь, там. Еще. Супер. Так, меня обрадужили, наверное, взять еще... Так, извините, я уже взять это. Вася, я в тебя потом спросил. Увеличение количества транспорта, предупреждение игральщиков на основном. Смотрите, грубо говоря, у нас есть стандартные потовые проблемы, которые есть в большом счете всех. Просто, как минимум, половина сайта существует. Решение, как видите, решение тоже очень многие в том, что я сухал в большом счете. Вопрос, как берутся, откуда берутся фигуры, где берутся... Ну, Женя сказал, у тех, кто молитвала, берутся. Молитвы у всех. Здесь, в общем, оригинальное непривание. Если посмотреть на то, как фундаментальное решение технического прогресса, как они в виде тысячелетных существования человек-поскредитов, фундаментально наше жизнь не изменится. Поэтому проблемы те же самые. Перемечения мусора, питания, лекарств и прочее не так же и остались. Решения для них мы так и не придумали. Есть над чем работать. Это, к моему первому, ответственность, по поводу откуда берутся ими. Кроме того, технивание мы походим с неким проективным разумом, который позволил, грубо говоря, с большой пропорцией собрать какие-то очень высокорные вещи. Мы не делали такие опросы, мы не делали такие возгласки, мы не делали долгие инкудивы. Это активная мудрость в чистом мире. Вы озвучили проблему, а не совпали. Вы озвучили решения, не совпали. А давайте не делайте. Ничего, как бы. Дальше... Спасибо. Нет, это шутка. Это было первое. Вторая часть, она касается тезиса о простого менеджмента и вообще, как что мы не знаем. Я очень рад тому, как обыгрывал свой опыт из нашего движения, потому что, главная вещь с этими знаниями, если вы действительно пришли сюда послышать о при том, как вы думаете, то все-таки мы точно об этом не знаем. Но это правда. Все, что мы знаем, это как-то дарительный опыт, который по-своему неспешный из каждого из нас. И мы можем просто поделиться всеми сторонами по-своему практичному. И сказать, у нас это работает вот так. А потом, ну, в основном, на основе все вещи, которые у нас не любят. И никакого отношения это не имеет к пониманию очень глубокое множество искусственного рода. Потому что по-другому, это не зоны. Это чистое рода искусство, и все, кто, кстати, на самом деле на этом работают. Будь то инференции, книги, тапы, курсы, сексикации, это нормально, это не мешает ценности таких вот горды, но тем не менее все такое. Мне очень понравилась эта дискуссия, которая была в самом деле, по поводу инференции. Хотелось бы вам не вернуться на две секунды. Вот. Вот эта картинка. Смотрите, у меня есть квадрат. Каласаки, революционный продукт. Я отдам ее первому, кто скажет, что с нижней картинкой не так. Почему это не юбиление? Так, девушка, вы? Вы близких ответов? Дальше. Вы? Нет, для той ноги. Все? Нет? Нет? Я вас поздравляю. Да. Я вас поздравляю. 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 электронные и электронные фиксы, байт-шеринги и прочее. Соответственно, логика какая? Когда нас нацеливает то, что вы должны пройти какой-то процесс экономического роста, взросления, который вас подведет к созданию автомобиля, это просто чистая ВД-обман. Человек, который сделал Феррари, он для этого сделал тракторы. Он не собирал никакие удивительные машины по средней степени элегантности, повыше, а потом сделал Феррари. Он просто сразу сделал Феррари. Человек, который сделал Ламборгини, когда он перевез его первый раз в автосалон, у него даже двигателя не было. Он надеялся, что никто не подвинет к штуку к компоту. Поэтому он взял такого красивого автомобиля, что никто не полез. Это просто таки корректу нахожи. Какой-то все-таки нахожи. Я, наверное, стоял так вот за компоту. Кстати, кто не сказал? Слушай, я тут глядимся, а, родной, я хотел бы оснащить его за компоту. Ты просто стоишь, а так руку поставил, напишешь, говоришь, «Моя». И когда мы говорим о том, что нам нужно пройти какой-то технологический процесс, чтобы дойти до состояния любви, это чисто ВДА. Это правда. И те, кто называют, ну, обратно, они, скорее всего, исследуют свои разные цели какие-то. Я не знаю, какие, но это тоже очень. Вот. Дальше я хотел бы поговорить о том, что такое вообще успешное производство. Что такое хорошее производство. Мы говорим о том, что надо сделать хорошее производство. Как мы вообще понимаем, что было хорошее производство. Можно проявить? Да, да. Хорошо. Решает, давай. Еще. Вы? А вы? Да. А вы? Решает, давай, давай. Решает, давай. Учим, следующий. Так, сейчас повторюсь, что ты надо. Что-то по поводу его географии. Он должен быть, как мы говорили, вертикальный, горизонтальный. Он должен быть как-то география, что-то, может, лопальный, или локальный. Есть ли там какие-то помещения? Нет? Хорошо. Давайте проявляем примеры. Хорошая продукция – это продукт, который решает проблемы пользования. Да. Очень часто мы не знаем, что в пользу существует такая проблема, пока на что-то не надо работать. Допустим, Google выплат по индустерским маршинам. Да. Когда регулярно поставили, что нам можно было бы делать по всей информации сказать, то они очень удивились на сокращение. Дальше продукт стал хорошим, да, и он был невозможен. Он не был прибыльным. Возможно, ну, вы знаете, что около 80 с чем-то процентов дохода в Google до сих пор это отвод. Все это объявление, которое мы знаем, что в Google. Все остальное – это проценты для того, чтобы увеличить количество площадок, которые в Google будет распространены по большому счету. Да, дальше будет управляем автомобиль на Google AdWords, и прочее. Просто он будет более умный, более эффективный. Так вот, идея AdWords принадлежит не компании Google AdWords. Она принадлежит компании Avialab, которая запустила конкуренты Google. Она это им с агентством, небольшой телефон. Она известна несколькими вещами. Первое. Она запустила локальное объявление, и когда Google это у них как-то украл, а в штатах это все очень жестко, они подали вход на Google. Google заступил, вот он был у нас вступный и дал часть акций Google. Таким образом, в Google появился AdWords, который, по закону, они не могли все остаться. Компания Ismail.org стала очень успешной. Другая пропаганция, которую они сделали, это… Вы, наверное, знаете, какой домен ТВ. Да? Вот… Давайте посмотрим, да? Есть домены, там, Комни, ЮА, РУ, ВЕС и ТВ. Ну, у телевизора появился отдельный домен. Страна, то есть такая? Да. Есть такая страна, Тувалу, в которой есть интернет. Компания Dialog купила у Тувалу право на использованные ТВ-домены. Она продала ее компании «Диризон». Единственный в мире домен, который принадлежит частной компании. Не имеет никакого отношения вообще к стране. И вот… Для Тувалу… Ну, это недавно только изменение, но до этого было. Но, по крайней мере, стоят показания. То есть, грубо говоря, продукт был хорошим, но не был прибыли. Прибыль стал постучательным с течением восприятий. Дальше… Часто… Ну, я не могу сказать, что это комментарий, но просто грубо говоря, если не поделиться. Часто говорят о том, что продукт должен быть популярным, да? Или показать положительные мощи. Есть спина. Все знают, что такое спина. Вызывает положительные мощи. Эмоции. Хороший продукт? Наверное… Прибыль? Наверное… Ну, никто не знает. Но, реально, как бы… По определенной идее мы признаем, что он хороший. Ну, потому что он соответствует, к примеру, этому показателю. Или… Тут может быть популярным, но при этом быть совершенно неуспешным. Как, допустим, финансов. Как там Uber в России, который стал частью «Янкласса». А самое популярное такси в России, которое выполняет 8% всех закатов. Никогда не интересовались, как оно называется. Такси «Максим». Можете посмотреть. Все, когда пишут комментарии, такси «Максим» в 10 раз вообще просто нагибает во всех городах страны. Во всех городах Uber, Яндекс все вместе взяты. Такси «Максим» позвонил, приехала машина. То есть, стопроцентная подача. Никто… Непопулярность, не крутая. Это application. Непонятно, не пишут, что это на вас сервис. Но такси «Максим» – очень привольный такси. Очень-очень привольный такси. Так, а что ты меняешь? Ну, это большая служба такси. Ну, да. Это такси. И Uber такси. Просто я видел по сравнению популярность. Есть раскрученные Uber, есть Яндекс, есть такси «Максим». А вот, пару еще комментариев, это то есть, мы говорим глобальные продукты. Да, очень много в Украине… Очень много в Украине есть компаний, которые не работают на американскую, или не работают на глобальной, они работают на индексуальные продукты, и поэтому они зарабатывают прекрасные продукты. Верно, вы знаете такую компанию, как мой выезд, вы знаете такую компанию, как ЭВА, ЭВА, большая проблема. Можно, я должен судить по реальным доходам компании, я могу, по крайней мере, на все это количество сотрудников. Если в ЭВА работает 800 человек, мы можем зайти на ДОУ, посмотреть среднюю куба зарплаты, перемножить среднеизвестную зарплату на 800, получить как минимум, не хватает денег, платить этим людям зарплату в каждый месяц. Если еще маржа, можно покинуть, какая может быть маржа. Сейчас, на Крутке, понимаете, что компания типа ЭВА, она зарплаты плюс-минус примерно столько, сколько они идут. Но ЭВА это маленький украинский продукт, который делать на местный рынок, позволяет маме и папе продавать собачий корм и стройматериалы через интернет. А ЭВА раскручена очень круто темно с инженерным менеджером из штата, из ЭПЛ. И все это говорит о том, что наши представления о хорошем продукте, они основаны просто на том, что мы считаем хорошим продуктом в данном уровне. Само эта формулировка хорошего продукта, она очень конъюнктурная. Возможно, она конъюнктурна еще по тем причинам, что не только в нашем отношении к этому, но и по тем причинам, что иногда технологии или обстоятельства не позволяют нам в данном уровне продукта развиваться полным функционалом. Допустим, я так по возрасту, например, прикидываю, здесь есть люди, которые пользуются интернетом лет 17 назад. Есть такие? Очень много. Может быть, выяснил, если такая программа была, терминал для передачи файлов между компьютерами, да? Нет, не в тебе терминал. Что-что? Да, да, да. В общем, раньше, чтобы передать, допустим, какой-нибудь конфиг на Doom, это выглядело следующим образом. Ты договорился со своим другом заранее. Нет, имя звонит, что-то там, Вова мне налетели в конфиг на двумя, с моим прицелом. Он говорит, окей, во сколько создание? В четыре. В четыре ровно. Вова снимает трубку на телефоне, вы снимаете трубку на телефоне, Лидия занята. Выпускаете сигнал. Значит, установить соединение между двумя модемами. Есть папочка, ну, есть, короче, папка, такая ритуально похожа на то, что сейчас есть в Робоксе. Вы в нее закидываете файл, он хреново кучей времени летит через модем соединение туда. Полез полчаса, ты звонишь, ну, что, Вова, дошло? Он говорит, нет, повторяю. То есть... Не дай бог бабушка позвонила, ты что, линию нарушай? А как только появились мобильные телефоны, они же, значит, прорезали основную линию, и все, разбивалась связь. Хороший продукт, для своего времени идеальный. Ну, ну, стало ли популярным? Конечно, нет. Ну, потому что технологии изменились, комплексы используются, любих по-другому шагу изображения сейчас. Еще интересно, понимаем, больше из манера бизнеса, Допустим, есть, ну, более технический пример. Докер, знакомая? Давай так, кто не знает, что такое Докер? Хорошо. А кто знает, что такое Алексей? Человек пять. Короче, Докер – это Алексей для хипстеров. Проблема оперализации на уровне операционной системы, она была решена еще в 2008 году в России. Потом, в 2013 году появился Докер, и только сейчас, из-за чего того, что появилась в области движения, которое предполагает отсутствие четкого разделения по обязанностям рабочих и операций с инженером, Докер становится популярным. И тот, и другой продукт оба хороши, оба не решают совершенно, как бы, реальную проблему просто разным способом для разных групп людей. И не тот, и другой, и делает этот продукт оба хорошим. Дальше, то, что нас учат обычно на продукт-менеджер, нам говорят, что есть некий алгоритм, по которому ты можешь сделать продукт успешным. Я где-то лет шесть назад перестал на кейсерскую работу по построению продуктовой компании без инвестиций. Я тогда проводил интервью с реальной компанией, которые, чтобы они были так сильно популярны, я общался с фалдерами, с Семен Сигнлс, с GitHub-ом, а не только кто-то, кто-то был с кейсерской обморителем, с кейсерской обморителем и многими другими. И в 90% случаев это было чистой воды случайность, то, что их продукт выставил. С Семен Сигнлс они делали для себя особой в уровне проекта, потому что им не нравится, что это, что они хотели со своими клиентами делать эти права. Они это сделали, и это в поле сохраненной популярности. GitHub, по-моему, для этого они делают что-то для животных или для рельефа, если не могут сейчас помнить. Но они использовали GitHub как свой внутренний инструмент для того, чтобы просто решать проблему для некоторой версии для менее технических услуги. Дальше, Кампейн Монитер, это было дизайн-агентство, которое просто хотело увидеть, что имейл, который они сверстают, что он будет выглядеть нормально, но сейчас, когда появилось только много детей, они не знали, что только девайс, они не знали, что только появится в курсовой системе, и они не могли, естественно, предполагать, что это будет настолько выстреливание. То есть они решили свою проблему, а потом выстрелили. Очень честно об этом сказали ребята из Slack'а, когда они задали вопросы на конференциях, которые говорят, как вы делитесь такого применального успеха, они говорили, что вообще, ну, как появился успех? Наше так, ну, мы сделали для себя внутренний тул для управления теми, потом, ну, как мы там что-то не делали, что пытались его продавать, вообще не получали, потом нас инвестировали в Google и сразу сказали, что это уже. Потом нас инвестировали в Google, Slack'а сразу становится нежностью, поэтому мы нахер никому не мучим, абсолютно. Жил бы вот так. Опять же, те, кто наводит с интернетом, и между IRC и Slack'ом, не такая большая разница. Это представлены тоже. И то, что сейчас Slack больше приходит с пользованием внутри команды основных публичных, как вот для продукт-кэнга, это же чистая вебинарка, которой я пользуюсь, видите, 15 лет назад. В которой там были интеграции с сайтом, где можно было, допустим, какие-то спортивные матчи, или что-то такое, но есть. Даже интерфейс использует, даже эти хэши по каналам остались, такие же, как вы говорите. Только изменится цветовая гамма, по большому счету. Так все одно и то же. Ну, как бы, время продукты пришло, и в этом концерте. Так вот, это все, что касается продукт-кэнга. У меня есть еще третий бизнес, который Горилла. Я буквально, если я вам поделюсь, он касается тех решений, которые мы принимали в свое время. Чем они были обослованы, чем их приводили. Просто такая коробка, что лицный вес. Кто-то не знает, что такое Горилла? Хорошо. Не знаю. Горилла – это платформа по доставке еще и на сейчас. Сейчас она существует на тренинг леты, она работает в Одессе в Борисфилле. В следующем месяце она открывается в Алматы. Это проект, который мы запустили со своими друзьями, потому что мы не могли решить очень конкретно тренинг леты. Мы пытаемся в работе с аутсорсовой компанией. У вас там платформа, и вы хотите питаться. Если у вас аутсорсовская компания неудачно расположена, то заказ сети превращается в дайный момент. Вам приходится ждать 2-2 часа, когда меня привезут, заказать, может быть, засушили пиццу, где находится курьера вы не знаете, карта вы не можете и прочее. Мы просто банально хотели для себя сделать нормальную салютную ставку. Мы просто заметили, что вокруг нас куча салютных сторон, которые могли бы доставлять. Мы сделали такое, как плодинка. Если бы мы сначала разместим те рестораны, как рядом с нами, ну, я сейчас пускаю большую часть истории, но примерно такая, если бы мы не с тем большей части станут, как рядом с нами, то это позволит салют как отдельные выставки, как минимум одноразно. Но, казалось бы, здесь просто гениально, поэтому мы запустили первую версию. Если кто-то внимательно видел на георгии, то мы писали 14-16. 14-16 это был год, который мы туда запустим. У нас наш доход нашей компании за 14-й год составил 25 тысяч гривен. Это те деньги, это те заказы, которые реально были от подлинных. Потому что никому нафиг не нужно было еще один аббригад на еды, абсолютно стандартных выставок, которые так есть. Потому что все настолько привыкли к выставке за полтора часа, что это никого не из стоковано. Кроме того, мы сталкиваем, что в странах нет курьеров, может быть, это не пациент занят, или вы не можете принести заказ и прочее. Тогда мы просто сделали торжок и верно. Мы дали у друзей и его ценика 15 тысяч долларов. Купили велосипеды на 5, остальные 10 подратили на депилы, на фрилансерах и на разработку, у которой нужно было все такие мелочи. И оставили еще 1500, по-моему, на операционный расход на первый месяц. И запустились с одним рестораном. Это достаточно непопулярный ресторан, но это единственное, которое нам удалось уломать в другое время. Наш первый пильер – это была бывшая женщина-милиционер, единственным достатом которой было то, что она очень быстро возила машину, и она могла 15 минут доехать из любой точки города на посылок Атоска. И что мы делали в первое время? Мы тестировали просто, ну, грубо говоря, в форму заказа, он попал к ресторану, тебе приготовили, отвезли, ну, как делают, пока показал, что это нормально. Потом у нас был… То есть мы как Япония, да, можно запускаться. Входят в ресторан, но зато это будет быстро. Двадцать минут, и получится, что зашипит. Вот. А дальше мы решили, что сейчас мы откроемся, все наскажем, в пиздеях, и у нас будет нереальный спрос. Ну, нам уже к этому методу было с отчетчетверо. И мы подумали, будет нереальный спрос, надо его как-то ограничить, что будем делать? Мы напечатали эти пластиковые карточки, которые до сих пор люди заказывают, которые никакой функциональности не используют, кроме когда-то, год назад, ограничений доступа на сайт. То есть раньше без карточек попасть на него нельзя было, именно скажем, что это по центру, мы нигде об этом не были, только по телефону, когда у человека выкладывается деньги, я рассказываю об этом. А потом долгое время было возвращение. То есть это решение было совершенно оппортинистическое. Ну, эти карточки выставляли по-другому, я знаю, кто был здесь вложить на НЗОС, кто в сайте, в принципе, эти карточки были, они все делали. Это тоже проектуло решение сделать, закрыть сайт. Он споритовано только нашей трусостью и ожиданием великого нажива от того, что начали завалить заказы. Следующее решение, которое мы приняли, это то, что мы добавили на сайт на личный расчет. Значит, смотрите, первый месяц у нас было 3-5 заказов, или больше. Если у вас есть заказы в день, мы использовали партизинговую систему «Приват-банку». У нее, если честно, недостатки. Она без подписанного специального договора с «Приват-банку» не позволяет тебе поднимать деньги от иностранных, с карточек иностранных банков, и проводить по тому углу, который у нас будет клиентам, не позволяет тебе принимать с карточек иностранных банков. Соответственно, все наши клиенты, которые были IT, это были либо владельцы карточек иностранных банков, чтобы скрывать основные. Поэтому ровно половина наших клиентов испытывала проблемы с тем, чтобы оплатить на налог. Мы как-то верим, когда у тебя половина клиентов с какой-то проблем был кинут на рынке, онлайн, ты как бы в ужасе думаешь, боже, половина людей испытывает проблемы. Но ты не думаешь, что он что-то 5 заказов денег. Ты думаешь, что это ровно 50%. Но мы открыли плату наличными. Так работали до мая прошлого года, когда этого года чуть не поняли от кассового разрыва из-за того, что мы работали с наличностью. До этого мы раньше не... То есть у нас был фиксирован с Назвесар. Говорили там, с любых ресторанов 25 рублей, бери и заказывали. Мы перейдем какой-то там, вообще спрос получили, потому что они просто не крутят в ресторан с себя. Люди заказывали, потом мы начали понимать, что это становится офигенный ИВД, просто очень круто. Мы добавили, мы такие так, что за свинство, типа человек едет там, 9-2 метров, с трех ресторанов забирает. У нас есть любители, которые с 5 ресторанов... У нас кто-то классный кейс, люди заказывали с 5 ресторанов и с 6-го Кока-Колу. Конечно, чтобы закончить с такими издевательствами, мы добавили все данные за каждые 3 километра и за каждое ресторан мы только подключаем. Соответственно, сначала мы увидели негативные реакции, потом мы увидели рост заказа, рост заказа. Дальше мы отключили оплату наличными. Это случилось в мае 2 года, когда мы чуть-чуть ранее не подали, из-за того, что логика такая, что мы платим ресторанам деньги вперед, а когда вы даете наличные нам потом, нам приходится эти наличные собрать со всех вас, ну, другой, со всех курьеров, которые у вас собирались, учесть, закинуть, ну, правильным образом поплатил, провести и, чтобы успехов сделать так быстро, пока, грубо говоря, все заказы, которые у нас поступают, которые мы платили своими деньгами, пока эти деньги не кончились. Вот. И это было непосильный труд, потому что однажды мы психоноли положили 10 долларов на рекламу в Фейсбуке, и у нас увеличилось количество заказов в два раза. Вот. И просто из-за этого у нас реально упало все с точки зрения финанса, потому что в два раза увеличенное количество заказов просто нам, мы сразу ушли в минус, нам отрубили платежную систему, буквально через день, или что-то такое, мы ушли, все минусы, мы пробежали сбежать со своих карточек снимать деньги, захитрыть туда просто валом, сколько бы, чтобы нам это хоть как-то заработало, а потом такие, надо исключать наличные. Ну и тоже все говорят, что вот плохо наличные, ну отключение наличные, количество заказов не упало, количество заказов вверх. Вот. Оно упало, когда было идентифицировано, но сейчас оно такое же, как и было, когда был со спортом наличных. Дальше, мы сейчас ввели ограничения по радиусам. То есть раньше мы говорили так, за три километра доставка 30 гривен. Сейчас мы поняли, что три километра это очень много. Это мы поняли тогда, когда мы сделали функционал карты. Вот если ты заходишь на гориллу, ты, ну, ты можешь показывать, где ты находишься, и какие рестораны тебя заодно находят. Когда мы увидели первый рай, что такое три километра, мы поняли, что это вообще, находясь в центре, там, Дерибасовской, покрываешь, ну просто, все общепиты, которые есть в Одессе, ты покрыл. Ну, по большому счету. Вот реально, все общепиты, еще немножко захватившись Николаева. Поэтому мы отрубили, уменьшили разницу два раза, ни из чего, количество заказов, ни в меньшую сумму, ни из чего. Вот. То есть эти все решения, они были совершенно оппортинистически посоветированы. И мы никогда, то есть мы делали только предположение и некий прыжок веры, который нас привел в том состоянии, в котором мы есть. Поэтому, возвращаясь к моему второму тезису, никто не знает, как раз пропадать продукты. Это чистой воды алхимия, которую посетишь и точишь и точишь, пока ты не выпуешь этот тканик вне света. Вот. У меня три тезиса я фиксировал, чтобы не забылить основальные. Три вывода. Вот. Первое. Делайте проблемы, которые всегда актуальны. Я знаю, что в этой культуре есть люди, которые, у которых есть проблемы с переводом политических статусов в жиле, вот. Но, скорее всего, через 50 лет это не будет проблемой. Проблема питания людей, она будет всегда. Проблема общения, она будет всегда. Проблема перемещения людей, она будет всегда. Если ты делаешь свой продукт вокруг проблемы, которая существует всегда, есть большая вероятность, что эта проблема не подбирается актуальность, какие-то хайки. Это первое. Второе. Делайте то, что решает ваши проблемы. Саша был абсолютно прав рассказан о том, что тебе нужно если ты вернусь на вертикальный рынок, тебе проще понимать, что ты делаешь, может проводить интервью. Но, блин, честно вам сказать, 99% сидений умеют проводить интервью, делать нейтральные выводы, бояться взять трубу, телефону позвонить, назначить собеседование, благослава. Если бы это было не так, у нас было бы очень много успешных партикальных продуктов. А реальность показывает то, что их единицы. Крупно говоря, ту или индустрию закрывает полностью один продукт. Вот есть там скетчапы, дизайнеры, пидарьеры. Все дизайнеры поголовные делали полюсы скетчапы. Есть какая-то фигня для дизайн-пидарьеров на 20 этажей, все полюсы едины. Больше ничем. Поэтому, если вы решаете свою проблему, вы можете у себя спросить, что мне надо для того, чтобы это заработало. что не работает в моем имел-клиенте, что нужно поменять, чтобы все выкрепить. И если у вас хороший вкус, то тогда, скорее всего, это решение понравится не только вам. Дальше. Сначала продавайте, а потом автоматизируйте. Есть большое желание сделать хороший продукт автоматический. Там то зашло, то пришло. Высокое качество и прочее. В течение первых трех-четырех месяцев погодили. Мы сами в Авралы обрабатывали дополнительные заказы, подвозили на таксишках. Я помню, я мог ехать, включать в себя режим оператора, ехать в такси на какую-то встречу и позвонить со своего мобильного телефона, потому что я понимаю, что заказы нам не обрабатываются и нужно подхватить за кем-то из операторов, потому что мы просто в отпуск шли и заболели и сейчас и нет никаких автоматических систем поступления заказа в эту систему, там все уезжали. Просто к примеру, это их нет. И действительно. Поэтому сначала продавать люди, а потом уже автоматизировать и таким образом вы увидите, что спрос не действительно есть. И последние две вещи. Первое, это хороший продукт, это не продукт, который у меня есть все возможности, это продукт, который у меня есть достаточно возможности, чтобы за него платили деньги. Спинер к тому прямому подтверждению. Если ваш продукт может сделать так, это уже неплохой продукт. Можете смело уходить на рынок продавать, если продается много, автоматизирует, это валют кастинверссервис и прочее. Думаете, спелить? И очень сложно быть компанией одного продукта. Мне очень понравилось вначале рассказывал Саше по поводу того, что приедет 40 щек, все аккуратные заполнили и будущая компания будет уже вероятно, что он поделит с его планией и найдет оперативное решение, которое не пропадет. Лучше просто быть компанией, которая выпускает много разных продуктов. Вот. И все. Спасибо. Спасибо.